Что касается постсоветского пространства за вычетом стран Балтии, то это страны, в которых есть очень много проблем. Среди этих стран, если вы будете смотреть на все эти показатели, конечно, чемпионом сегодня остается Грузия. В Грузии проведены реформы, которые, к сожалению, во многих других постсоветских странах, за исключением стран Балтии, не проведены. Сейчас вы можете сказать, что в Грузии реформы, мягко говоря, замедляются. Но, тем не менее, по уровню и качества госуправления, и конкурентоспособности, и стройности в глобальной экономике был достигнут такой большой прогресс, что Грузия остается чемпионом в этом регионе. И, безусловно, нужны демократические лидеры, которые считают, что они могут убедить людей, что более конкурентная экономика, более конкурентная политика могут принести более высокие доходы гражданам. Мы упомянули Грузию. В Грузии наблюдался огромный рост не просто доходов частных людей, но и даже инвестиций в общественные блага. Это то, что меня на самом деле удивило, когда я был в Грузии пару недель назад, что в самых отдаленных районах страны мне говорили, вот эту дорогу, вот этот аэропорт построил Миша, имея в виду президента Саакашвили. И было очевидно, что для этих людей не только доходы от туризма, и не только возможность экспортировать вино в Европу, но и инвестиции в инфраструктуру – это то, что принесли реформы. И в этом смысле было видно, насколько можно делать популярные реформы и при этом повышать доходы людей и качество жизни людей. На самом деле Грузия – это очень интересный пример, потому что часто говорят о том, что реформы были неуспешными, потому что правительство, которое их проводило, потеряло власть. Но на самом деле во многом реформы были успешными именно потому, что большую часть этих реформ не обратили вспять оппоненты этого правительства. И сам тот факт, что были проведены выборы, на которых правящая партия потерпела поражение, доказывает действительно демократический характер этих изменений. Украина – это страна, в которой есть по-прежнему огромные вызовы и с точки зрения качества институтов, коррупции, конкурентоспособности и так далее и тому подобное.